Здравствуйте, в эфире программа «Психолог и я» и мы ее ведущие Людмила Швейбойч и Алексей Швейбойч. И сегодня у нас в гостях Алексей Крафисиков, психолог. И к Алексею у нас тема такая, что как найти свое предназначение, можно ли его найти. И мы ее сформулировали даже скорее так. Предназначение, понять и принять. Ну, в духе понять и простить, наверное. Мы продолжим эту тему, потому что, мне кажется, сегодня это одна из самых насущных тем. Не скажу, что популярных. Мне кажется, что все-таки популярность здесь не то слово, но именно насущных. Потому что люди все чаще и чаще задаются вопросом, какое мое жизненное предназначение, ради чего я живу, что я, кто я, какое место я вообще занимаю в этой системе. И поэтому, Алексей, мне и нам с Алексеем вначале интереснее всего узнать ваше мнение по поводу жизненного предназначения. Потому что мы, опросив несколько человек на тему просто определения жизненного предназначения, услышали разные ответы. Как считаете вы, что такое жизненное предназначение? Прежде всего, спасибо, что пригласили. Я рад видеть сегодня вас в большем и расширенном составе семейном. Это прекрасно, спасибо большое. Да, мы уже говорили об этом, но спрос рождает предложение даже не в нашей студии. А если средний человек в России зайдет в книжный магазин, то мы увидим книжки, как найти себя, свое предназначение, смысл жизни. Мы увидим интернет-приложения, мы увидим интернет-онлайн, какие-то семинары, форумы, тренинги. И такое ощущение, как весь мир озаботился, ну, во всяком случае, в России предназначением. Я не знаю, в Соединенных Штатах уже, наверное, это слово там прошло. До нас еще, вот, все еще нас мучает. И спрос растет, на мой взгляд, потому что растет вот общая стрессогенность. С покон веков эта тема интересовала людей, но в определенный период психологический. Вот, по моим наблюдениям, чем больше тревоги, напряжения и депрессивности в самом человеке, тем больше он пытается найти вопрос, а что не так с ним. И у него первое, что приходит, я не знаю, я не знаю этот механизм, я уже до конца не понял. У него приходит, то ли это социум диктует, то ли это просто примеры, где он слышал. То есть, если бы мы не слышали слово «смысл жизни и предназначение», может быть, мы бы не озаботились во время депрессивного эпизода или тревоги. Но поскольку мы уже об этом знаем, то есть, нативно, да, мы предполагаем, что, а может быть, я не занимаюсь ни своим, а может быть, это не моё. Ну, вот вспомните эту историю про половинки, про половинки, про смысл жизни, про предназначение, это вот оттуда. То есть, люди не любят пристать от реальности. Вот нам хорошо сегодня вдвоём. Ну, прекрасно, зачем про половинки? Непонятно. Вот, поэтому предназначение тем и всплывает, когда человек начинает быть в тревожности, в депрессии. И чем больше недовольства собой, тем больше вопросов о том, кто я и чем я занимаюсь. А недовольство собой, на мой взгляд, возникает в том, что мы обожаем себя обманывать. Вот просто обожаем. Ну, мы об этом говорили, про убеждения. Алексей, вот вопрос. Ну, то, о чём вы говорите, это поиск высоких философских смыслов. Ну, кто я, зачем я на этой земле, в чём смысл жизни. Это люди так любят. Ну, я имею в виду, вы сейчас сказали. И книжки, которые описаны, да. Но на самом деле, есть же ещё предназначение менее глобальное. Ну, например, не до конца забить гвоздь, чтобы кто-то порвал штаны и не попал на заседание учёного совета, и человек всё-таки двигал великую идею. Это намерение. Потому что если вы хотите намеренно не забить гвоздь, чтобы начальник не попал на совещание, и вы заняли его место, то это скорее намеренная, продуманная провокация, целью которой является получение какой-то истории. Это анекдот. Я понял. Анекдот выглядит так. Человек попадает на небо и приходит к Петру Кархангу и говорит, слушай, ну расскажи мне, а в чём же это моё предназначение? Я всю жизнь прожил, всегда маялся этим вопросом. Он говорит, а ты помнишь, 35 лет назад ты, 19-летний комсомолец, на субботнике ремонтировал скамейку в парке, и ты там не до конца забил гвоздь. Ну вот он у тебя загнулся, а ты его не выправил, и ты его просто загнутым тысал. Ну, помню. Так вот, профессор физики, который шёл на заседание учёного совета для того, чтобы разгромить своего оппонента, сел на эту скамейку, зацепился за твой гвоздь, порвал штаны, не пошёл на заседание учёного совета, и человек, его оппонент, сделал великое открытие, которое иначе бы положили в стол. И так вот в этом и было твоё предназначение. Я именно про это предназначение. Да, люди любят помистифицировать очень сильно, и шутка шутками, а то, что вы сказали, это причинно-следственная связь. В ней нет предназначения, то есть она многомерна. И если мы будем смотреть астрологию, астрофизику, математику тоже самое, и просто физику, то мы увидим такой многомерный вариант исчислений, которые невозможно просчитать, потому что ежесекундно у тебя возникает огромное количество дерева расчёта. На каждое действие одного единицы будет приходиться ещё около миллиарда действий других единиц, на каждое действие ещё миллиард, на каждое… Бесконечность. Соответственно, высчитать здесь предназначение не математически, никаким образом невозможно в принципе. То есть это ежесекундное создание определённых событий, которые мы можем потом отслеживать. То есть вот когда ко мне клиенты, например, приходили по поводу успеха, мы очень чётко видим, что есть так называемые точки, вот если вы свою жизнь вспомните или наши слушатели вспомнят свою жизнь, они могут вспомнить, что были моменты принятия решений. Вот можно было сказать «да», можно сказать «нет», можно сказать «налево», «направо», там чёрное, белое, купить, не купить, там сказать «да», не сказать «да» и так далее. То есть вот решение людей и определяет их дальнейшие причинно-следственные связи, на каждое решение которых будет ещё несколько вопросов, на каждый вопрос ещё несколько вариантов и так далее. Просчитать его невозможно. Поэтому единственное предназначение, которое я считаю объективным, это принимать решения и получать удовольствие от этого периода. А и Б – рождение, смерть. Вот этот период, он очень многовероятный. Ты просто путешествуешь, принимаешь решения, экспериментируешь, пробуешь, ищешь, смотришь. Где-то ты разочаровываешься и получаешь эмоции, где-то ты радуешься, получаешь эмоции, где-то ты что-то изучаешь, получаешь эмоции, где-то ты ставишь новые цели, новые амбиции, где-то ты что-то исследуешь, где-то ты теряешь к чему-то интерес, а в чём-то зажигаешься. В этом и есть большой путь, и никто не может сказать. Я не знаю, человек, который знает… Если вы знаете человека, который знает своё предназначение, то это Ганнушкина, психиатрическое отделение. Но это, получается, постоянно ответы на вопросы, чего я хочу. Потому что, чтобы что-то исследовать, нужно заинтересоваться каким-то вопросом. Это, там, чего я хочу, хочу узнать, вот это хочу путешествовать. Поэтому, то есть, получается, каждый раз нужно отвечать себе на вопрос, чего я хочу здесь и сейчас, или, там, на ближайший период времени. Ну, знаете, я думаю, что наши слушатели очень много путают предназначения и способности. Вот есть такая вещь, как таланты. Таланты. Да, вот у нас есть дети, у которых, например, есть, ну, они с детства талантливые музыканты, футболисты. Ну, вот возьмём профессиональных футболистов. Испанцев, англичан, предположим. Мы же не можем сказать, что это предназначение. Мы можем сказать, что мальчик проявил способности, которые ему дали возможность проявить. То есть, у родителей была возможность не отдавать его в футбольную школу. Что это тогда с предназначением происходит? А нарушен предстрастно-временной континуум. Соответственно, если человеку дали возможность проявить свои способности, и он их развил, опять же, а мог не развить. Ну, а многие даже не знают, какие у них способности. Потому что они не пытаются найти ту среду и тот базис, который им это даст. Вот они им сказали, так, Дуся, значит, закончишь 11 класс, пойдёшь потом в институт такой-то, распределишься по номенклатуре какой-то, и будешь работать до пенсии. А потом тебя закопают на огороде. Как она найдёт это? Ну, то есть, никак. И Дуся этим довольна, да? Вы знаете, даже если Дуся этим недовольна, она не понимает, что у неё есть возможность пробовать. Чтобы найти свои способности, которые, к слову сказать, могут быть видоизменены. То есть, я считаю, что человек с каждым витком своего внутреннего личного развития может найти в себе всё новые и новые таланты, которых он даже не подразумевал ещё лет 10 назад. И когда мы начинаем… Почему сейчас очень популярно в определённых сообществах говорить о среде, в которой мы находимся? Потому что, погружая себя в определённую среду, погружая себя в определённые возможности, мы можем себя исследовать и находить свои способности, свои таланты. И вот возможно, что здесь есть ошибка, что было бы неплохо искать свои способности, свои таланты, а не предназначение, которое какое-то непонятное, эфемерное. Потому что, если вдруг мы попали в ситуацию, и мы нашли в себе способности к живописи, ну, я утрирую, да, и девушка поняла, что у неё хорошо получается видеть объём, пропорции, цвет, потом у неё есть возможность пойти поучиться, например, на мастера татуировки или какого-то современного арт-искусства, и уже через два года она выставляется, она популярный мастер. Что, она нашла своё предназначение? Да нет, она просто нашла свои способности. То есть, я думаю, что надо из мистификации предназначения уйти в поиск способностей и талантов, а для этого нужна среда. А как же быть с теми заявлениями некоторых людей, которые говорят, что они знают, что их предназначение – изменить этот мир? Это шизофрения. То есть, это всё-таки раздел психиатрии? Да. Особенно, если человек в это верит. Ну, если у нас слушают профессиональные врачи-психиатры, то есть диагностические критерии. Один из главных диагностических критерий в клинической психологии – это тестирование реальности и самокритика. Чем более человек критичен к собственному восприятию, к собственному поведению, собственным каким-то деяниям, тем более невротическая, то есть здоровая психика. Когда человек бьёт себя в грудь и говорит, я знаю своё предназначение, чтобы спасти мир, и я там пятый элемент, которого послали на планету, значит, чтобы спасти нас от краха, ну, добрый вечер, это бредовая конструкция, которая является психозом. Соответственно, когда человек знает своё предназначение, ну, если он никому не мешает, пускай знает, но если он мешает окружающим, то, конечно, это надо корректировать. Ну, то есть, если я правильно вас понял, то предназначение – это жить полной жизнью, исследовать всё её многообразие. Если ты хочешь. Ну, конечно. Ну, это же и есть, то есть мы… Это возможность, которая у нас есть. Возможность, да, то есть изучать, познавать, развиваться. И вот если человек понимает, что хорошо он осознал, он начинает развиваться, то есть он, ну, ему уже окружающий социум зачастую говорит, а чё ты так изменился? Чё ты тут копаться в себе начал, в окружающих начал копаться? Ты чё какой-то не такой стал? Ну, вот, извините, это, конечно, по-простецки звучит, но это очень часто слышится во многих сферах нашей жизни, особенно когда ты переходишь на некий иной психоэмоциональный уровень, тебе тут же говорят, что-то ты изменился, что-то ты много размышлять стал. Ну, и человек, главное, пытается же этим добром наградить всех окружающих, когда сейчас я вам расскажу, я тут узнал. Нет, даже если не пытается, то социум зачастую не воспринимает, то есть если человек начинает познавать себя, социум зачастую это не воспринимает, и человек зачастую сворачивает с этого пути, то есть он не принимает тот путь, который он изначально избрал. Вот как всё-таки, если ты принял решение, что ты хочешь жить полной жизнью, как не сворачивать с этого пути? Потому что, ну, у меня перед глазами масса примеров, когда люди недовольны в текущем состоянии. У меня тоже. Я боюсь, что мы сейчас увязнем до утра, почему они этого не делают, потому что мы сейчас перейдём в концепцию убеждений. Но если по-простому, когда мы говорим «социум говорит» или «социум диктует», я бы здесь рекомендовал понимать, что «социум всё-таки это не зверь». Это некое эфемерное пространство, некая философская категория, что «социум диктует», «социум говорит». Но если мы будем более детальны, то под «социумом» мы понимаем, кого? Каких-то конкретных персоналей. Как правило, это родственники, друзья, ну, какие-то близкие. И мы можем сказать, что вот конкретно Вася Иванов мне вчера сказал, что что-то поменял профессию. И вот тут мы начинаем быть более детальны. Потому что если мы берём «социум» вот как некую эфемерную материю, мы никогда этот вопрос не решим. Потому что в «социум» это несколько миллиардов людей, мы не можем оперировать этими миллиардами. А когда мы говорим конкретно «мой папа недоволен тем, какой я выбор сделала», то мы имеем конкретику, что у папы есть свои убеждения, своё детство, свои философии, а у тебя есть свои философии, свои убеждения, своё детство, свои какие-то взгляды. Должны ли мы разделять их на 100%, а так ли ужасно, если мы их не разделяем? Например, вы любите яблоки, а Людмила любит клубнику. И вы отстаиваете позицию, что в яблоках много железа, поэтому вы сейчас её откусите и будете показывать окисление железа. А Людмила будет рассказывать, что клубника – это философия, романтика, эстетика. И каждый по-своему будет прав. Мы же не будем говорить, что вот всё, я не буду с тобой дружить, потому что ты ешь яблоки. Мы просто будем воспринимать, что у одного человека вкус такой, у другого человека вкус такой. Вот когда мы говорим про персоналии, нам проще себе объяснить, почему мы разные, почему мы не обязаны подстаиваться друг про друга. Здесь же вытекает тема, что скажут люди в целом. Это тоже одно из убеждений, можно об этом тоже будет поговорить дополнительно. Но что я хотел сказать по вашему вопросу. Есть на планете Земля, она ещё называется голубой, два таких момента, которые являются основополагающими. Это свобода и это честность, правда. Вот как она есть. Вот всё остальное является уже натянутым за управление социумом. То есть человек по определению свободен. Свободен в выборе, свободен в воле. Затем появились первые несвободы, это ограничения по поведению, потому что нужно выполнять правила племя, так родились законы. Потом законы надо было подпереть ещё там одними правилами, мы сейчас не будем об этом говорить. И вот у нас есть с одной стороны одни законы, с другой стороны некие и другие законы. И так происходит концепция управления большим количеством людей. Так вот, к чему я? К тому, что мы вправе жить так, как мы считаем нужно в рамках закона, не нарушая гражданский уголовный кодекс. Всё остальное является нашим выбором. Где мы живём, что мы едим, как мы едим. Главное, чтобы это не вредило окружающим людям и нарушало закон страны пребывания. Это к вопросу вот о том, что скажут люди. Если у человека есть большая зависимость от мнения людей, ну тогда ему нужно психологу. Потому что по-другому он не сможет... Понимаете, причина и следственная связь какая? Помните, что я говорил, что главная наша задача, как мне кажется, это искать свои способности и таланты, а для этого надо пробовать и погружать себя в разные поиски и среду. Но возникает у людей убеждение, если я буду пробовать, погружать в себя разные поиски и среду, я непостоянная, я какая-то распутная, я какой-то неправильный, я какой-то, значит, там не пришей рукав куда-нибудь и так далее. И вот тут начинается самоедство. Это то, что, наверное, мы социумом назвали. Когда человек сам себе не даёт пробовать. В итоге он сажает себя на какое-то место, чтобы хоть что-то сказать, что у него есть некая стабильность, называет это стабильностью и потом начинает там чахнуть. И естественно у него возникает вопрос, какой мой смысл жизни. То есть отсюда вывод, что смысл вопроса, смысл жизни, предназначение в сегодняшнем мире поднимается всё чаще и чаще потому, что вы себя обманываете. Ну не вы конкретно, а наше большинство людей. И чем больше ты себя обманываешь, тем больше тебя внутри немножечко, это, зайчик, а в чём ты себя обманываешь? А куда ты едешь? А с кем ты едешь? А как ты едешь? Где ты вечер проводишь? А где ты утро проводишь? А как это выглядит? А ты этого хочешь действительно или тебе это надо, потому что это правильная социальная картинка? Вы не представляете за 10 лет, как я много увидел самообмана. И вот я, вы знаете, даже 10 лет неврозами занимаюсь. У меня нету человека, который пришёл ко мне с невротическими жалобами так или иначе, который не обманывает себя. Об этом ещё профессор Фройд писал. Но Фройд больше говорил про психосексуальность, а я говорю больше про правду. То есть есть правда, а потом есть такой, знаете, ворох аргументов, почему я не буду эту правду реализовывать. И когда люди это видят, они действительно сидят первое время в шоке кататоническом, потому что они говорят, а что делать? Ну, по правду, как бы я понял. А что, можно, да? Как принять? Да, а что, можно быть собой? Я говорю, ну как, ну в принципе можно. Наверное, даже нужно. Ну как бы да, а что, правда можно? Я говорю, ну да, попробуем. Но тут же ещё вопрос дойти до себя настоящего, потому что это тоже, мне кажется, такой титанический труд, когда ты в итоге можешь понять, какой ты настоящий, ни в масках, ни в ролях, ни в желании показаться получше. А когда ты себя разбираешь до себя настоящего, это... Конечно, потому что огромный, вот я недавно пост делал в Инстаграме как раз, что мы считаем, что мужество, такую силу и мужество нужно, чтобы быть, чтобы принимать какие-то такие мужественные, сильные решения. На самом деле вы не представляете, сколько мужества, надо просто, чтобы быть честным с собой. И с окружающими. Это проще, но самим собой сказать себе правду внутри, что я там не хочу, или хочу, или там нравится. Вот честно себе признаться, и бывает очень людям сложно. Они начинают, вот в психоанализе это называется рационализация, защитный механизм. Они начинают придумывать столько логических и околологических аргументаций, почему они выбирают это, что ты сидишь и говоришь, угу. Ну вот смотрите, давайте разберём случай, когда всё хорошо. Человек понял, принял, вступил на путь, освободился от груза ответственности, который ему мешал, и он пошёл по выбранному с собой пути. Но зачастую, когда человек говорит, всё, я осознал, я принял, что я хочу меняться, его очень часто срывают с катуши, ну так говорят. Он начинает просто быть нигилистом, как у Тургенева описано, либо он там скатывается в роль мессии, что я сейчас вас научу, как правильно жить, ну и многое-многое другое. Вот следующий вопрос, как поняв и приняв себя, не скатиться в какие-то пограничные состояния, либо состояния крайности, чтобы не пришлось лечить данного человека. Как существовать в гармонии и объяснять спокойно людям, близким, что тебе это надо. Как объяснять себе, что не надо каждого одаривать и наказывать счастьем и добром. Причинить непоправимую пользу миру. Да, да, да. Вот это такие вопросы, которые в жизни встречаются очень часто, и хотелось бы на них получить профессиональный ответ. Как с точки зрения профессионала это выглядит? Ну, не мне судить, да, скорее моим клиентам, но если у человека есть психические проблемы, то он в любом случае в них выйдет. И неважно, на заводе он работает или он серфер в Индонезии. Он всё придёт к этому. Только он будет в Индонезии один, а другой будет на заводе рассказывать о том, что он открыл новый гаечный ключ. Что касается поведения, почему иногда такое происходит? Потому что когда человек… Представляете себе пружину, которая всю жизнь жил в определённых рамках, в определённых нормативностях, да, это называется, и потом вдруг он для себя понял, что он хочет разжать эту пружину. Но мы называем это такой сильной очень декомпенсацией, то есть его начинает нести по полной программе. Иногда это связано со многими сексуальностями. То есть человек несёт, хранила, 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 а потом как пружина выстрел, и никто не может успокоить. Она там говорит, Зина, остановись, сколько можно? Она говорит, нет, я поняла. И это вопрос декомпенсации. Чем жёстче ты себя подавлял, тем больше может быть этот отскок декомпенсационный. Но он, как правило, сходит, то есть такая волна, которая насыщение проходит, и мы начинаем успокаиваться в этом смысле. А что касается самого вопроса, то я думаю, что здесь не нужно просто бегать. Если у тебя есть желание причинить кому-то пользу, то это вопрос из твоей мотивации невротической, что тебе это даёт. Потому что вот если к тебе человек подойдёт и скажет, слушай, мне нравится, как ты живёшь, мне нравится твой взгляд, а расскажи, как ты к этому шёл. Он скажет, вы знаете, я работал на заводе 30 лет, потом я потерял, например, кого-то, и в этот момент я понял, переосмыслил что-то. То есть просто свою историю рассказывает, он никому ничего не навязывает. Он не выходит на сцену, словом, я вам сейчас расскажу, как правильно жить. Ведь спрос ведь огромный на людей, которые хотят жить свободно. Они не понимают, что им надо работать над своими убеждениями, над своими ограничивающими убеждениями, над своими рамками, чтобы самому себе разрешить быть свободным. Им не надо идти на дорогой тренинг и там плясать «Аллилуйя», чтобы что-то понять. Им надо с собой научиться быть честными. Это никто со сцены не сделает. Это ты сделаешь только внутрь себя заглядывая, даже дома сидя там за маленькой пиалой чая. Не нужен никакой дорогой тренинг. Нужно внутрь быть честным, а потом наружу с людьми. Забор в твоей голове. Конечно, а у нас спрос же такой огромный, что есть какие-то секретные секреты, где тебе сейчас анальную чакру продуют, и ты сможешь прочитать золотые слова на тренинге, поднимешь руки вверх, тебе столб, значит, войдёт в голову, и ты поймёшь, кто-то по жизни. Не, ну есть места, где тебе могут это объяснить, но это явно не тренинг, да. Не тот тренинг. Вопрос такой, ну, я понял, что дорога в тысячу шагов начинается с первого шага, и первый шаг – это начать заглядывать в себя. С правды. С правды, то есть, начать искать. Ну, то есть, сперва надо сдуть ту позолоту, которую ты сам на себя наложил, или там алмазную пыль, какой-то сверкающий. Не всегда позолота, бывает и что-то вонючее. Ну, вонючее обычно сливается немножко больше. У нас, знаете, в терапии есть две крайности. Кто-то обсыпает себя позолотой, а кто-то обсыпает себя какими-то другими. Ну, тоже позолотой, но другого характера. Да, и вот они, да, и у них два варианта. Либо я, значит, неприкосновенная богиня, либо я вообще ничтожество, и ко мне не подходить. Я неприкасаемый, ниже не оказывается. Да, оба неприкасаемые, просто один сияет, а другой пахнет. Вот, хорошо. Хорошо, это взрослый сознательный человек может так начать работать, найдя, скажем так, либо время в своей жизни, либо человека, который может его направить. А вот как детям, ну, то есть, насколько я знаю, основные проблемы вот эти, они закладываются в детстве всё-таки. И как детям рассказывать, как им не жить, а как им быть честными с собой, как им быть честными с окружающими. Потому что основной вопрос у детей, когда я рассказываю честно о себе, меня не принимают. Как к этому подходить, с какого возраста, с какими словами. Ну, вот, как начинать готовить ребёнка к тому, чтобы он был по-настоящему свободным человеком, не оторванным маргиналом, либо золотой молодёжью. Ну, что это тоже две крайности, да, как раз мы говорим. Ну, вот эти маргиналы, это как раз та самая крайность, которая... Пахнет. Ну, не то, что пахнет, они часто считают, что они очень молодцы. В какой-то степени они искренние. Да, то есть, они бывают... Я вас перебил, извините. Ничего страшного. Я вот часто говорю своим клиентам, вот сидит напротив меня клиент, ну, не Forbes, но всё хорошо. И я ему говорю, ты понимаешь, что бомж на Курском вокзале счастливее, чем ты? Он говорит, да. Я говорю, понимаешь, почему? Он говорит, да. Я говорю, почему? Он говорит, потому что он настоящий. Он не обманывает себя. У него есть много излишеств, у него есть много лишений, но он не вынужден делать то, что я вынужден делать, как он мне говорит на Клин. И можно об этом поговорить. Вот сейчас вы сказали про детей. Вообще можно отдельно делать эфир по поводу воспитания и профилактики, потому что там мы не поднимем этот пласт. Я сейчас просто объясню, почему. Даже если мы сейчас реализуем то, о чём бы я хотел сказать, мы и всё это не сможем сделать в жизни, потому что, если возьмём, например, я ребёнок, папа, мама, и я говорю, что чтобы меня вырастить, условно говоря, здоровым, чистым человеком, вот я родился чистым, в том смысле, что я без убеждений, без нормативности. И потом мама и папа начинают мне рассказать, что такое хорошо, что такое плохо, как правильно, как неправильно, исходя из себя. То есть первое, с чего мы начинаем, это сама мама и папа должны быть честными друг с другом, честными с собой, и я беру с них пример, насколько они искренни, насколько они безоценочны относительно Васи, Жоры, Марины, Светы, которые как-то поступили. Я вижу, что мама никого не осуждает, мама не критикует, мама не даёт оценку, ни мне, ни кому-то. Она рассказывает о том, что, а с чего ты решил, да и подумаем, а может быть человек хотел это, а может быть это, а может голова болела, а может не опоздала, а может перехотела, а может перехотела. То есть я вижу, что мама не принимает решение, потому что маме так кажется. Мама говорит, ну мы же не знаем фактов, правда же? Я говорю, ну да, ну вот когда узнаем, тогда будем делать выводы. И я с детства начинаю понимать, что оказывается есть логика, что оказывается есть не предрассудки, а есть то, что пока я не знаю фактов, зачем мне осуждать человека. Где-то там какая-то Маша слышала, что там Люда куда-то ходил. И я так не привыкну, потому что я не вижу, что родители делают такие выводы. То есть первое – это родители, которые транслируют мне. Но даже если вот в нашей семье мы будем вот такими, меня не примут. Потому что еще миллион детей будут расти совершенно в стандартных семьях, где мама и папа будут рассказывать, кому куда идти, какая у нас страна плохая, как вот везде хорошо, а у нас не так, какая соседка там куда пошла. И дети это будут впитывать. И когда я буду приходить в свой класс, меня не воспримут в большинстве случаев, если только у меня нет совсем лидерских качеств, чтобы перевернуть эту систему в этом классе. А я не факт. Поэтому, когда мы говорим вот об этой концепции, то есть вот эту маленькую ячейку, я надо масштабировать на государственном уровне, чтобы это была политика государственная, а не просто ячейка семи. Потому что иначе мы превратимся в свое меньшинство просто. У нас будет семья меньшинств. Рациональное меньшинство. Мои клиенты, кто сейчас слушает или будет смотреть копию, они сейчас смеются. Знаете почему? Потому что очень много людей, которые начинают смотреть честно, искренне, говорят, откуда ты знаешь фактов? Ты же свечку не держала? Не держала. Ну, мне так кажется. Ну, давай сделаем выводы, когда мы узнаем искренне. То есть, когда люди начинают смотреть честно, объективно и взвешенно, они реально становятся меньшинствами. Они начинают замечать, как люди предвзято смотрят на мир, как люди начинают эмоционировать на самом деле, потому что они себя додумали, как люди бьются головой, потому что они просто, им так кажется, а не потому что не знают фактов. И вот когда мои клиенты это видят, они говорят, слушай, мне действительно на мир как-то смотреть стало странно. Мне вот хочется общаться только вот там с одним, двумя и тремя людьми, с остальными мне тяжело, потому что я понимаю, насколько это уже ментально сложно. Поэтому действительно рациональные люди сегодня, ну, во всяком случае, в Москве я других городов не знаю, это действительно меньшинство. Но тенденция хорошая, потихонечку. Ну, то есть, всё-таки тенденция к улучшению. Тенденция есть. Знаете, я вот, мы в прошлом эфире с Людмилой говорили о моральном выгорании. Я говорил, что я бывший тренер. Вот это был 2003 год где-то. Тогда на фитнес-спортсменов и на фитнес-девушек, и на юноши смотрели, как на инопланетян, которые спустились на землю, идут, значит, зелеными лапами по асфальту. Сегодня фитнес-девушка, фитнес-парень, и девушка, которая идёт вечером в спортзал, и в инстаграме там постит что-то, это естественно. Сегодня весь инстаграм в еде, в тренировках, и это естественно. Я думаю, что так же пройдёт лет десять, и эмоциональный интеллект, и вот то, о чём мы говорим, включая семью, станет не только нормой каждой семьи, но и на государственном уровне. Я надеюсь, что ваш покорный слуга этому на государственном уровне будет содействовать. Замечательно. По мере силы возможностей тоже постараемся помочь. Но я бы хотел вернуться к вопросу о свободе бомжа. Это прекрасно. По долгу занятий в 90-е годы службы я сталкивался с данной категорией людей и позволю себе не согласиться с заявлением о свободе бомжа, потому как там жёсткая иерархия. В любом обществе, хоть свалка, хоть Курский вокзал, но Курском вокзале вообще конкретно три слоя иерархии, видимый, невидимый, и тот, который его преследует с того момента, как он вышел с места ночлежки. Соответственно, человек и там обременён всеми социальными вот этими обвесами, которые есть у человека, которые, скажем так... Там положение у них. Да. То есть, если у Форбс он тяготится тем, что все зациклены на том, что им от него нужны только деньги, и у него в этом трагедия, ну, это многие люди обеспеченно об этом говорят, и когда вот идут в секретный миллионер, ещё что-то, поиск душевного тепла, ну, знаете, да, по пятнице показывают. И самая большая разводка по этому поводу, это какой-то там человек, который продал свою Феррари. Вообще. Да. Это гениальный способ заработать денег. Вообще. Ещё есть особняки, и же с ним их много сейчас, таких разводов. Суть-то в том, что в моём понимании бегство от реальности путём бегства на теплотрассу, на Курский или иной вокзал, это не является какой-то свободой. Это такое же бегство от реальности, либо это психическое расстройство, гибифрения, ну, в моём понимании. Именно поэтому, ну, вот я имею свою точку зрения на данный вопрос, поэтому я всё-таки её высказал, что по мне бомж не свободен, потому что свободный человек свободен в частности в том, что он должен уважать себя и окружающих, и он не должен опускаться до уровня, извините, такого, когда людям, находящимся с ним, неприятно его обществу. Ну да. Вот именно вот так. Я абсолютно согласен по поводу социального запаха и впечатления, и это, конечно, вызывает сочувствие и разочарование их выбором, наверное, в какой-то степени. Но по поводу иарархии, да, там есть и как и в тюрьмах, и как и в армии, и во всех социальных моментах там есть и иарархии, где они подчиняются. Я немножко про другое говорил. Я говорил про… Есть такое понятие, как последняя человеческая свобода. Ее очень хорошо писал Виктор Франкл, когда был в концлагере, и он писал книгу как раз о этом. Он говорил о том, что я нахожусь в концлагере, у меня очень жесткие правила, у меня очень жесткие наказания. И фашисты могут делать с моим телом все что угодно. Они могут причинить мне любой вред, они могут меня раздеть, они могут вывести меня на мороз, они могут меня там бить, насиловать, терзать, но никто не может забрать мою человеческую свободу выбора. А как я к этому отношусь? Какие решения внутри я принимаю относиться к чему-то? И когда я говорил про «бомж свободней, чем я», Дональд Трамп в одной из книг привел такую же метафору. Он в каком-то там году попал в кризис очень сильный, он был должен около 9 миллиардов банков. И когда он шел на переговоры под проливным дождем, промок до нитки, он увидел, что сидит возле этого бизнес-здания, где были переговоры, бомж, и он говорит, я понял, что этот бомж богаче мне на 9 миллиардов. Вот такая цитата его была. И я, когда имел в виду своего клиента и бездомного, я говорил о свободе и возможности выбирать. И там была ситуация с этим клиентом, что он не видел возможности выбора. Он был поставлен в такие условия, которые он сам себе не видел. Он был переполнен убеждениями, как правильно, как неправильно, как можно, как не можно. И накопление личного с женой, с детьми, с любовницей, с работой, с инвесторами, с клиентами, ставили его, как ему кажется, в ситуацию очень-очень несвободную. И я ему пытался показать, что он сам видит метафору безвыходности, тупика и угла. И бездомный здесь являлся метафорой, что он более свободный выбирать внутри, как ему относиться к чему-то. Ну, сегодня не получилось. Ну, окей, будет завтра. Будем пробовать ещё. Будем пробовать ещё. То есть метафора была больше в этом по поводу бездомного. А по поводу того, что им надо, конечно, помогать, это да, но опять же, мы не можем, у нас на Земле есть такое правило свободы выбора и свободы неприкосновенности воли. Да, вот, каждый человек имеет право выбирать то, что он считает нужным в какой-то степени, в рамках закона. Ну, вот, у меня на эту тему есть хороший, там, как я считаю для себя, хороший пример Японии, когда человек, посчитав, что он больше не может являться членом социума, по той или иной причине кто-то там за кредит не может заплатить, кто-то разочаровался в этой жизни, кто-то ещё во что в чём-то, человек просто уходит в лес забвения. Ну, там перенаселение, там, конечно, я думаю, что это на госпрограмме уже должно быть выстроено, потому что там их настолько много, что они не успевают насыпи делать дополнительные от Токио. И я думаю, что, действительно, если я не понимаю, что ты занимаешь пространство, там, два квадратных метра, лучше тебе покинуть пространство. Я думаю, что это ещё с ментальностью, именно с этой связано. Вообще, вот, Япония – это другая планета. То есть, планета, ну, явно не Земля, начиная с туалетов, заканчивая вообще философией гейши, да, и так далее. Это другой мир. Наши считатели, слушатели вряд ли с этим сейчас это поймут. Но там просто философия вообще другая. Вот вообще подход другой к пребыванию. А у нас с вами он такой европейский, северный. Ну, у нас, да, более такой склонность, мне кажется, в логику. Мне понравилась тема по поводу детей. Потому что это безумно важная тема. Я думаю, что мы обязательно сделаем одну передачу, а, возможно, с вами обсудим после эфира, может быть, даже сделаем цикл передач. Потому как дети – это вообще то, что формирует будущее. Ну, я здесь не имею опыта большого количества детей, на детей нету. Поэтому единственное, о чём я могу говорить, это о последствиях. То есть, у меня есть десятилетний опыт работы с последствиями, и я вижу, какие ошибки создаются для того, чтобы создать потом приход к неврактическому расстройству. А мы и должны будем рассказывать о том, как выглядят взрослые, которых не научили быть честными с собой в детстве. Да, и вот это как раз, я вот недавно об этом тоже говорил своим зрителям, что первое, с чего мы должны научиться, это быть честными именно с собой. Потому что, когда даже ребёнка приводят на терапию, неважно, сколько лет, пока мама и папа обладают определёнными невротическими убеждениями, рамками, стратегиями, за работой детского клинициста или психолога она будет, ну, ничтожной, потому что всё возникает, идёт именно от мамы с папой. Там они же как обезьянки повторяют. Поэтому мы не можем выстроить в Российской Федерации поколение интеллектуально развитых людей без смены поколений где-то в два шага. То есть, как минимум, два поколения должно воспитывать новых человеков в России. Это серьёзная работа. Это серьёзная работа, она должна быть поставлена как чуть ли не военная доктрина выживания, на мой взгляд. То есть, должна быть государственная программа по развитию нации. Тут можно проводить аналогию, да, по поводу развития нации. Но в какой-то степени вот здоровая нация, как идеология, она была неплохой. Потом, конечно, там человек переклинило, да, и пошёл, ну, сильный перекос. Но вот в целом про ментальное, психологическое, физиологическое здоровье, оно неплохое. Ну, именно касаемо воспитания детей, касаемо медицинской реформы, касаемо образовательной реформы. То есть, в целом... То есть, воспитание духовно-нравственных ценностей в целом, не только через культуру. Тут эти ценности, они опять же начнут ограничиться с убеждениями. Если мы говорим про свободу, вот меня, например, крестили насильно. Я был маленьким ребёнком. Но меня никто не спросил. Меня пошли, окунули. Сказали, тебе это надо. Я говорю, серьёзно? Я говорю, меня спросили? Я говорю, зачем тебе спрашивают? Разве это насилие? Разве это честно? Нет. Это нечестно. Поэтому некоторые веры выбираются уже, когда человек достигает... То же самое касается всего остального. Надо уметь задавать ребёнку грамотные вопросы, что ты хочешь, что ты выбираешь, что для тебя ближе. Давай ты подумаешь. Может быть, ты ошибёшься. А когда родители начинают говорить, Зина, я знаю, ты хочешь кушать, это печально. Ну, будем менять вопросы с вектора, в чём моё жизненное предназначение, и, как модно теперь говорить, я вижу свою самореализацию в этом, миссию в этом. Будем менять вектор с этих вопросов на насколько я честен с собой, какой я настоящий, и вопросы в этом духе. Это была программа «Психолог и я». У нас, мне кажется, получился сегодня замечательный философский разговор на тему жизненное предназначение понять и принять. Надеемся, что мы дали вам много пищи для ума и для разборки. Мышления у нас в гостях был Алексей Красиков, психолог. До новых встреч. Спасибо, Алексей. Спасибо. Спасибо.